Сегодня будем делать вторую перегонку и заодно протестируем самогонный аппарат, который совсем недавно появился на рынке самогоноварения. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Итак, приступим. Сегодня будем тестировать аппарат Вейнпрактик на второй перегонке. Аппарат Вейнпрактик – это аппарат, практичный аппарат для практичных людей. Его цена до 20 тысяч рублей. Хотя царга у него двухдюймовая, имеет он в своем составе вот такой вот мощный холодильник, капельник. Кстати, в комплект поставки, в стандартный комплект поставки данного аппарата входит СПН, а не РПН. Есть еще вот такая деталь, которая очень сильно напоминает более дорогие аппараты, например, Люкстайл 8М. Итак, ссылочки на производителя в описании, промокод на скидку там же. А мы сейчас собираем этот аппарат и смотрим его в собранном состоянии уже на плите. Наш аппарат собран и установлен на индукционную плиту. Значит, схема сборки такая. Перегонный куб, далее идет царга с СПН, сверху идет основной холодильник, внизу к Г-образному штуцеру подсоединен доохладитель. Из доохладителя вот трубка выхода готового продукта. По поводу сантехники. Значит, кран подключен к доохладителю, сюда идет подача воды. Здесь шланг для перелива воды в основной холодильник. Далее по холодильнику вода поднимается вверх и с верхнего штуцера она стекает в раковину. Сейчас то, что нам нужно сделать, это проверить сантехнику. Нигде никаких течей нет. Я, естественно, включу сейчас напор воды. Я еще раз напоминаю, что проверка сантехники осуществляется на холодном аппарате. Устранять какие-то течи на горячем аппарате гораздо более, так сказать, проблематично. Ну так, смотрим. Все, вот из шланга пошла вода. Значит, течи нигде нету. Все прекрасно. Закрываем. Теперь мы начинаем непосредственно нашу перегонку. Первое, что мы с вами делаем, это включаем индукционную плиту на максимальную мощность и ждем, когда в термометре на кубе появится 60 градусов. Как только появляется 60 градусов, мы убавляем мощность и переходим к режиму работы колонны на себя. Об этом поговорим чуть позже. Ну, как видите, я уже сюда поставил такой стаканчик. Это для отбора голов. Включаем. Я устанавливаю 2,5 киловатта. Это как бы максимальная та мощность, которую выдерживает моя проводка. Вы можете, конечно, сделать мощность несколько больше. Я еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые зрители, что инструкция к этому аппарату написана простым человеческим языком. Я вот ее почитал и думаю, что лучше не скажешь. То есть наша задача сейчас, после того, как я собрал аппарат, я думаю, вы тоже это спокойно сделаете, четко по инструкции. Я на самом деле тоже первый раз делаю перегонку на этом аппарате. Он вышел недавно на рынок. Итак, значит, зачитываем теперь, что нам нужно. Нам нужно с вами сейчас дождаться того момента, когда пары спирта попадут в нашу колонну, и мы установим мощность для колонны такую, когда колонна, так сказать, работает на себя. То есть мы ничего не отбираем, но мы продолжаем нагревать куб для того, чтобы все наши фракции распределились как бы в очереди по полочкам в нашей ЦАРГе. Так вот, что пишет производитель? Зачитаю. Установка рабочей мощности примерно от 1,4 до 2 кВт. Рабочей мощностью колонны является максимальное значение мощности, при котором не происходит захлеба колонны в течение 10 минут. Захлеб происходит, когда в колонну подается избыточный нагрев. Образуется избыточное количество возвратного спирта, и он не успевает стекать через ЦАРГу с насадкой в куб. В таком режиме работать нельзя. То есть, другими словами, мы сейчас устанавливаем после того, как куб наш нагреется до 60 градусов, я подаю воду и уменьшаю мощность. Буду подбирать мощность, как советует производитель, от 1,4 до 2 кВт. Так, чтобы наша колонна в течение 15-20 минут поработала на себя. Итак, уважаемые зрители, первый пункт мы с вами сделали. Мы разогнали самогонный аппарат. И на текущий момент он работает в режиме, колонна работает сама на себя. То есть, на себя. Как производитель и рекомендовал, я установил мощность плиты 1400 Вт. Нижний термометр сейчас показывает 77,1. Верхний термометр 73,5 градусов по Цельсию. Напоминаю, что в этом режиме мы ничего не отбираем, поэтому зажим Гоффмана у нас полностью закрыт. В таком режиме колонна должна проработать от 20 до 40 минут, как утверждает, как советует нам производитель. И за это время самое важное, то, что мы должны сделать, это запомнить к концу времени вот эту температуру. Она для нас будет играть решающее значение для дальнейшей перегонки. Итак, колонна продолжает работать на себя. Пока колонна работает на себя, я еще хочу вас познакомить с одним очень важным пунктом, который написан в инструкции производителя. Важно, при использовании одной царки возможно получение спирта крепостью до 93%. Для получения спирта 96,6% необходимо доснастить аппарат еще одной царкой и использовать СПН. Наша колонна проработала на себя 35 минут. В верхнем термометре установилась температура 73,3 градуса по Цельсию. Значит, на текущий момент мы можем начинать переходить к следующему этапу. Это этап отбор голов. Что для этого нам нужно сделать? Надо запомнить просто, что головы всегда отбираются в медленном покапельном режиме. На данном самогонном аппарате все, что нам нужно сделать, это приоткрыть зажим Гоффмана таким образом, чтобы в нашу емкость для отбора голов падали примерно 1-2 капли в секунду. Что я сейчас постараюсь сделать. Через капельник видно, как капают наши головы как раз 1-2 капли в секунду. Очень удобное устройство, хотя и очень маленькое. И пока у нас отбираются головы, а это процесс, прямо скажем, не быстрый, давайте разберемся с вопросом, сколько отбирать голов. Бывалые самогонщики это прекрасно знают, поэтому эту часть видео я посвящаю начинающим. Значит, при отборе голов у вас есть, по сути, два самых популярных варианта. Два способа. Первый способ состоит в том, что если вы делаете сахарную брагу, то расчет здесь достаточно простой. С одного килограмма вложенного в вашу брагу отбирается от 50 до 70 миллилитров голов. Я думаю, здесь все понятно. С одного килограмма сахара, вложенного в брагу. Обычно пытаются мне спрашивать, вот у меня 30 килограмм, 30 литров браги, сколько мне с нее голов отбирать? Вопрос не имеет смысла. Я думаю, вы понимаете, там может быть 4 килограмма сахара, может быть 5. Значит, почему вилка такая от 50 до 70? Я обычно делаю так. 50 я всегда отбираю железобетонным, после чего начинаю органолептически, то есть просто нюхать, капаю себе на руку, нюхаю, если головы пахнут, спирт содержащая смесь пахнет головами, я продолжаю их отбирать. И в какой-то момент прекращаю, когда уже нет этого запаха. Но я заметил по опыту, что свыше 70 миллилитров мне никогда не приходилось отсекать голов с сахарной браги. Ну, это был первый способ, достаточно простой. Второй способ тоже, в общем-то, простой, но здесь есть формула. И этот способ применяется особенно тогда, когда у вас зерновая, либо фруктовая брага, где вы не можете изначально замерить, сколько сахара там содержалось. Значит, в чем состоит формула абсолютного спирта, я сейчас вам коротко зачитаю по инструкции производителя. Отбор голов по объему 10% от содержания абсолютного спирта в сырце. Если у вас после первой перегонки был 10 литров сырца, 43% крепости, то в нем было 10 умножаем на 0,43 равно 4,3 литра спирта. И голов нужно отобрать 10%, то есть 4,3 литра спирта мы умножаем на 0,1, получаем 0,43 литра или 430 миллилитров. Наши головы отобраны. Теперь переходим к отбору тела. Для этого необходимо, во-первых, конечно, заменить емкость. Но прежде чем заменять емкость на ту емкость, в которой я буду отбирать тело, вот она у меня стоит уже с попугаем так называемым, необходимо замерить скорость отбора голов. Для чего мы должны зажим Гоффмана немножко подкрутить, открыть, так, чтобы у нас была скорость отбора примерно 20-25 миллилитров в одну минуту. Визуально это тоненькая струйка. Вот я поставил мензурку, то есть я сначала открою зажим Гоффмана, замерю скорость, с какой пойдет наш уже спирт чистый, и после этого подрегулирую данную скорость. Как все будет отрегулировано, я, естественно, ставлю банку с попугаем, где и буду замерять скорость, спиртуозность отобранного продукта. Итак, я отрегулировал зажим Гоффмана, замерил отобранный продукт. Вот, посмотрите, у меня 24 миллилитра получилось за одну минуту, и, как уже обещал, поставил емкость отбора готового продукта и подсоединил попугай. А сверху, в капельнике, вот посмотрите, какая струйка сейчас идет, чтобы вы просто визуально знали, если у вас, допустим, нет мензурки, что вот такая примерно скорость отбора составляет ту, которую рекомендует производитель. Еще раз могу сказать, что я очень доволен этим капельником, очень он упрощает жизнь нашего брата-самогонщика. Пока отбирается тело, давайте рассмотрим тот вопрос, который часто задают начинающие самогонщики, до какого момента отбирать тело и когда это прекращать. Значит, во-первых, после того, как я открыл зажим Гоффмана и получилась вот эта тоненькая струйка, которую рекомендовал производитель, я посмотрел температуру в Царге. Температура в Царге изменилась, она на текущий момент составляет 73,6. Вот вы тоже записываете эту температуру в Царге, она может немножечко изменяться в пределах 1,1 градуса, то есть 73,5, 73,6, как-то вот так вот. И она будет все время, в принципе, очень стабильная. Так вот, первый вариант, по которому вы можете узнать, что сейчас пойдут хвосты, это когда вот эта температура в Царге у вас изменится на 0,2 градуса по Цельсию. И вы уже не сможете вернуть эту температуру назначенную к исходному значению, то есть в моем случае это 73,6. Вот, это первый вариант. И вариант второй. Температура в кубе будет подходить к 92 градусам по Цельсию. Это значит, что в кубе уже практически нету никакого спирта, остаются практически уже только хвосты. Вот два варианта, за которыми вы должны следить с тем, чтобы вовремя прекратить отбор тела. После того, как вы отобрали тело, вы можете поставить другую емкость и отбирать хвосты. Но, честно говоря, при ректификации я хвосты практически никогда не отбираю, поскольку не вижу этого экономического смысла. Но решение здесь в любом случае за вами. Значит, теперь мы ждем, когда я отберу тело, и я с вами делюсь всеми своими впечатлениями работы на новом аппарате, который называется Вейн Практик. Ну что, уважаемые зрители, наша перегоночка закончена. Подводим краткий талк, и в конце я сделаю свои выводы и дам свой отзыв. Значит, началась перегонка в 12.10, в 12.45 начало работы колонны на себя, в 13.25, конец работы на себя, начало отбора голов, в 15.15, начало отбора тела, и в 18.30 отбор тела завершен. В принципе, вся перегонка длилась порядка 6 часов 20 минут. Значит, за все время отбора тела температура в царге была примерно 73.6, иногда она отклонялась до 73.5, и закончил я отбор тела, когда температура в царге стала 73.8, и я понял, что я ее уже удерживать не могу. Я прикручивал зажим Гоффмана, немножко температура падала, но в какой-то момент уже удерживать ее не удавалось. Значит так, вот результат этой перегонки. Перед вами наш спирт, который был получен в результате этой перегонки. Давайте замерим его крепость. Значит, я буду использовать вот эти ориометры, которые входят в комплект данного аппарата. Я понимаю, что сейчас кто-то обязательно напишет, что это китайские ориометры. Кстати, это никто не скрывает. Здесь вот китайские иероглифы сверху, что это самые дешевые ориометры. Я согласен с этими обоими фактами, однако это не факт, что они работают плохо и дают ложные показания. Значит, сейчас я встану, приближу камеру и постараюсь показать вам, какая действительно здесь у нас спиртуозность. иероглифы. Ну, я надеюсь, всем было видно Если кому-то было не видно, могу сказать Однозначно, спиртомер показывает, что здесь 96 градусов спиртуозности 96% спиртуозности За 0,6% я ручаться не могу, поскольку даже в очках я сам не вижу Я вижу, что несколько выше 96%, но дальше уже определить не могу, извиняйте Во всяком случае, делаем вывод, что этот аппарат выдал 96% Значит, теперь выход у меня получился Давайте рассчитываем по калькулятору самогонщика Итак, объем всего спирта получился 2 литра 540 мл Спиртуозность 96% И теперь, если мы с вами применим калькулятор самогонщика У нас с вами получится 5 литров 980 мл 40-градусного спирта или нашего самогона Сразу скажу, что у меня в этой партии было 6 кг сахара То есть, все укладывается в классическую формулу 1 кг сахара это примерно 1 литр самогона крепостью 40% Так, теперь выводы и мой отзыв о данном аппарате Вообще, честно говоря, аппарат мне понравился, но обо всем по порядку Первое, что мне очень понравилось, это вот эта вот книжечка под названием «Инструкция» Инструкция написана четким, человеческим, абсолютно понятным языком Каждый пункт перегонки, каждый пункт работы с аппаратом Расшифрован и до градусов, и до объемов В общем, ну, разжевать уже больше я вообще не представляю как То есть, это одна из тех инструкций, ну, которые меня просто покорили Когда выпускаю самогонные аппараты Инструкции бывают разные, но вот эта вот инструкция одна из лучших Поэтому вывод какой здесь? Начинающие самогонщики, ничего не бойтесь, если вам этот аппарат приглянулся Берите, вы благодаря этой инструкции с первого раза сделаете самогон 96% спиртуозности Если вам это надо Не понять эту инструкцию, ну, на мой взгляд, может только безграмотной Вот, в общем-то, и все Пункт второй Простота эксплуатации аппарата Плюс инструкция Вы делаете все по шагам Все это достаточно просто Там прикрутили, здесь отвинтили, там посмотрели температуру И, соответственно, все у вас получится Очень аппарат простой в эксплуатации Соответственно, я еще раз говорю Советую его начинающим самогонщикам Третье Капельник и зажим Гоффмана Да, выглядит это не бог весь как Выглядит это достаточно экономно Но, самое главное Они четко выполняют свою работу И выполняют на отлично Вы сами видите, результат 96% Мы с вами привыкли, там, узел отбора по пару Жидкости, такие сложные функции Дорого выглядят эти узлы, все прочее Здесь подумаешь, трубочка какая-то висит Да, и зажим Гоффмана Вроде как улыбку вызывает А на самом деле Производитель очень хорошо просчитал Очень хорошо продумал И эти вещи очень вам помогают Самогоноварению в данном случае Вот в этом аппарате В общем, задачи выполняются Вы просто прекрасно Четвертый пункт Получить 96% на аппарате За 20 тысяч с одной царгой Меня это вообще удивляет То есть, в этом сегменте Я не знаю, допустим, конкурентов Чтобы вы купили аппарат колонного типа С двухдюймовой колонной С СПНом, входящий в стоимость аппарата В стандартную его комплектацию Все это вы покупаете за 20 тысяч И получаете 96% спиртуозности Вашего самогона Следующий момент Кстати, насчет 96 Вот я, помните, читал в инструкции Что для того, чтобы получить 96,6 Вам нужно купить царгу Это написано в инструкции А так вы получите там 93 или 94% Значит, уважаемые зрители Не надо торопиться, как говорится Торопиться не надо Вы купите сначала аппарат Попробуйте А потом уже решите Нужна ли вам вообще вторая царга Ну и последний, пятый пункт Вообще, конструкторское решение Этого аппарата Которое, вы знаете Оно применено еще в аппарате Люкстайл 8М То есть царгой Сверху холодильник На мой взгляд, это революционное решение Это решение, на мой взгляд, скоро Отправят все танцы с бубном Вокруг дефлегматора В историю Или на свалку истории Потому что на таких аппаратах Гнать действительно гораздо проще Самогонщику учиться здесь Практически ничему не надо Надо просто следовать инструкции А результат превосходит все ожидания Таким образом, на мой взгляд Этот аппарат, который вышел под слоганом Практичный аппарат для практичных людей Полностью оправдывает свое название Я смело могу сказать, уважаемые зрители Если вы желаете приобрести этот аппарат Проходите по ссылкам в описании Посмотрите И возможно это тот аппарат Который вам нужен И я думаю, он вас не разочарует А на сегодня все С вами был Самогон Саныч Пишите комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на канал А вам, уважаемые зрители Здоровья и веселых застольей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!